В чем есть веска? Сегодня мы попробуем немножко новую форму До этого это всегда была поэзия, музыка Но всем надоело, правда? Это поэзия, музыка Тут канавалов на свитере вешается Это уже все вы видели, правда? И сегодня мы хотим еще вести сюда стендап Это как Луис Си Кей, как Гилан Моран только в Полтаве И специально для вас специально здесь, сейчас молодой и красивый Ярослав Храмов Сын, привет! Здравствуйте! Знаете, такая приятная очень красивая атмосфера А меня позвали как будто в шесть фотки И талантливые люди выступают и тут я, да? Ну, дорогие друзья, на самом деле я хотел бы, чтобы вы меня поддержали немножко поаплодировали А мы еще раз Аплодисменты Спокорные На самом деле, эти аплодисменты этим ребятам, которые уже выступили которые еще выступят, прекрасные А я хочу немножко поговорить с вами на такую тему как подарки, да? Всех она касалась, все мы это получали, дарили В общем, знаете, я разделил подарки на такие виды Бывают подарки, которые подаришь по поводу, бывает без повода Ну, как пьянка, не знаю, да? Как, что там пьянка? Бухалова Бывает, мы пьем по поводу, бывает так и подарки дарим, да? Бывает, что подарок и есть вот именно результат вашего алкогольного пения Потому что очень часто сейчас дарят бутылочки Какие-то там из них вот это все горючее Вот Дорогие друзья, но знаете, есть еще такие подарки которые я называю Их приносят почему-то в черных пакетах босс Какие-то кабинеты, в которых сидят важные люди Знаете, и в основном, не, пакеты бывают разные конечно, но составляющие пакеты То, что внутри не меняется Еще есть такое мнение, я бытую, что лучший подарок это книга, да? Когда в книге есть закладка с изображением лица из Украинки или Юрийского рода это еще лучший подарок Так вот, мытует такое мнение, что книга это лучший подарок, но мы-то знаем, что лучший подарок это шестой айфон, да? Вот, ну, чтобы не обидеться наших ребят, которые такие пишут, я вам хочу рассказать Не, а хотя прикиньте, да? Прикиньте, если бы все люди на земле реально поддерживали это мнение, что лучший подарок это книга, и я такой на день рождения просыпаюсь, у меня 15 книг то, ну, вот это тебе на Новый год прихожу под елочку, смотри, опа, книги, ура! И вообще куча праздников, да, под подушку, оп, уже и подушки нет, а не книги Представьте, если бы, да, вот, если бы все дарили только книги, то у нас бы в ванной на сушилке вместо полотенца висела бы книга с гельпинами или, вот, на свадьбу молодоженам, вместо свадебного путешествия дарили бы дарили бы книгу вокруг света в воскресенье, или там про книгу атлас, полистал все, если дали молодожены красавчики вот, или, знаете, было бы прикольно, если бы ты такой, у тебя там экзамен и ты такой идешь, значит, в университет, перед кабинетом стоишь, тычишь в дверь, открываешь заходишь с этим черным пакетом босс, значит, заходишь, говоришь Виктор Петрович, там такое дело, у меня скоро экзамен, у меня не допуск можно это как-то решить, и такой тычишь этот черный пакет босса, да и он такой открывает, берет, о, статистика с экономическим анализом интересненько, будешь-ка десять лет, мммм о, еще и мы его автор, зато идиот говорит, ну, чтоб таких ситуаций не было, люди, слава богу, придумали еще какие-то подарки да, кроме книг вот, у меня было, когда я был маленьким а я был маленьким, когда вы тоже надеет, да вот, я был маленьким когда-то, я занимался футболом и я занимался футболом очень серьезным, то есть у меня были серьезные намерения и люди вокруг это знали, особенно мои родители это замечали со мной внимательные родители у меня там внимательные родители вот, и вот у меня был день рождения как у всех, да, мне не один год, у меня были потом еще дни рождения. Мне на 7 лет, в общем, мы пригласили друзей, каких-то тетей, дядей, которых знали мои родители, но у меня там друзей немного было, а у них-то уже он позволял завести много родителей. Вот и они приходили, они тоже все знали, что я занимаюсь футболом, вот, и мне подарили первый мяч. Я был рад, подумал, вау, класс, первый мяч, я буду играть в футбол. Потом приходят следующие, говорят, и дарят мне мяч. Я думаю, ну класс, ну тот порву, будет еще один мяч, он будет вкусной, да. Приходят третьи гвозди, ну дарят мне мяч, и знаете, у меня такая слезка уже почти. Приходят четвертые гвозди, и как ни странно дарят мне мяч, знаете, что я подумал, я больше их не позову никогда мне. Ну и все, то этих гостей, которые дарят одни и те же подарки. Так вот, ребят, я вырос, время шло, да, и, ну, дороже до того возраста, в принципе, что начал интересоваться девчонки. Слава Богу. И вот, значит, появилась у меня девчонка, как девчонка, девушка. Все было нормально там. Так вот, и знаете, вот я тогда впервые столкнулся вот с этой проблемой подарки. Потому что, знаете, вот у всех людей там есть праздники, у девушек этих праздников гораздо больше. У девушки есть неделя, как мы вместе, месяц, как мы вместе, полгода, как мы вместе, год, как мы вместе. И постоянно надо на эти даты какие-то подарки придумать. Но если ты включаешься там год, да, то можно еще что-то заморочиться. Но когда ты три года вместе, уже можно просто бошку вынести. Вот. И почему-то, знаете, я решил, что я не буду там выдумывать что-то, я буду дарить реально нужные вещи. И, знаете, вот было время у нас такое, пришло и к нам, когда вот все полюбились суши. Внезапно появились суши-рестораны, суши-бары вот эти, которые продают эти суши, роллы, вот. И стало модно, это очень сильно модно, все начали крутить, что-то там вертеть. Вот. И, ну, я заметил уже со своей девушкой, что у нее тоже есть такое желание, и реально нравилось. Я думаю, вот будет праздник какой-то, и я подарю набор. Вот, да, набор, чтобы можно было не ходить там в эти загонделы, где реально дома накрутить нормальных суши. Реально, она очень просила, она очень хотела. Я действительно взял и подарил. Знаете, сколько раз мы после этого поедем в дом? Ни разу. Ни разу. Они просто там лежат и гулятся, эти палочки, значит, эти вот тарелочки. И еще такое вот почему-то происходит. Я, на самом деле, не люблю дарить цветы женщинам. Ну и вообще не люблю дарить цветы. Я даже учительница своей только один раз подарил цветы. В одиннадцатом классе. Должен был. Мне не умирало никто. Вот. Вот. Но вот почему-то девушкам нравится, когда им дарят цветы. И знаете, очень прикольно, я немножко от этой темы, но про цветы. Очень прикольно, мне очень нравится, когда девушки выкладывают фотки в инстаграме с букетом цветов. И у меня такое чувство реально, что она сама себе купила и сфоткалась. Потому что где парень, который тебе подарил? Кто это человек? Где ты взял этот букет? Покажи его, сфоткайся с ним рядышком. Не знаю, его, сфоткайся с ним рядышком. Не знаю, его, сфоткайся с ним. И мой мир. Так вот. Вот я не люблю дарить цветы. Во-первых, я в них не разбираюсь. То есть мало ли перепутаю. Там какие-то дарят. Ну не дарят, точнее, ложат, и какие-то дарят. Не дай бог, чтоб таких ситуаций не было. Я вот как-то... Но все-таки приходится, понимаете? Но я вот хочу объяснить. У много девушек на самом деле... Сколько сейчас нормальный букет стоит красивый? 150. Ну, гривен 100, да, мне. 100. Ну, как понятненько. Не, 100, да, 150. Ну, я поинтересовался. Я тоже тебя забываю сюда. Я поинтересовался. 150 гривен. То есть смотрите, вы получаете в подарок цветы, вы их нюхаете, вы с ними фоткаетесь, вы их ставите в базу, проходит три дня, что? Док. Док. Можно искусствить. Мужики, мужики-то, дарите сразу бабки. 100 гривен дал, понюхала, положила в базу. Не знаю, попоткалась в базу, покрасила на них. Не дарите эти цветы, которые готовят все. Ну вот, еще касаясь к нему подарков, я буду уже заканчивать, потому что я смотрю, что уже ревут на ребят в бой. Вы уже вроде бы отдохнули. Ну, в смысле, не от ребят. Вот. Касаясь к нему подарков, да, у меня есть друг, он мне говорит, слышишь, у моей девушки скоро день рождения, пошли помочь мне подарок выбрать. А я говорю, ну пойдем, а на что ты, сколько у тебя денег, на что ты рассчитываешь? Он говорит, да я хочу наушники купить ей, потому что она у меня мои забрала классные, мне дала галимые какие-то. Вот, я ей хочу наушники, чтобы себе классные забрать, а я ей... А я говорю, ну и сколько у тебя денег? Он говорит, да ну 50 гривен. Я говорю, чувак, то что это за подарок за 50 гривен? Какие это наушники? И тем более, ну это девушки, это не пацану какому-то там. Пацану знаете, как вообще прикольно, извините, отойду. Вот прикольно, почему круто дружить с пацаном, да, и в чем разница между дружбой с пацаном и любовь с девушкой. И, ну, знаете, есть много разных, все знают, да. Вот круто подарки. Ты приходишь пацану, другу своему даришь, там 150 гривен, там 200 гривен даришь, и ждешь, пока у тебя днюха, ты бросаешь его, он возвращается и дарит тебе обратно. И девушками такое не прокатит, да. Так вот, он говорит, да у меня 50 гривен, типа. Я говорю, ну, чувак, это же твоя девушка, ну как ты так моешь? Он говорит, ты знаешь, Ярик, не подарки главные. Главные любовь. Любите друг друга и помните, что не самые главные в жизни подарки, а главные любовь. Спасибо. Визита. Молодец.